Всем привет, друзья! Сегодня будет честный обзор телефона Xiaomi Redmi 6A, самого бюджетного, самого доступного телефона Xiaomi в этом году. Ну и давайте начнем обзор с коробки. Вот такая вот уже привычная красная коробка Redmi 6A. У меня, кстати, версия глобальная, поэтому здесь все на английском. И, соответственно, зарядка будет тоже под наши розетки. Комплектация состоит из вот таких вот бумажек. Здесь написано, куда что вставлять, какие сим-карты, условия гарантийного обслуживания, зарядный блок. Причем зарядный блок здесь не очень такой мощный, всего лишь на 1 Ампер. И кабель зарядки USB, microUSB. Ну и также здесь присутствует скрепка, чтобы открыть лотки под сим-карты. Причем здесь не один лоток, а именно два лотка. Это такая... не всегда такое встретишь. Вот на этом телефоне решили так сделать. На левой стороне телефона имеется два отверстия, два лотка. Сейчас я вам покажу, как они выглядят. Можно установить одновременно две сим-карты на этот телефон, две нано-сим-карты, плюс еще флешку. Вот он, большой лоток. Сюда можно установить сим-карту и флешку. И вот еще один дополнительный лоток, маленький, сюда можно установить сим-карту. Ни чехла, ни наушников в комплектации нет. Теперь рассмотрим телефон. Так как телефон бюджетный и стоит всего 100 долларов, то он сделан полностью из пластика. У него незакругленный экран по бокам. Разъем под зарядку USB, microUSB. Задняя камера здесь не двойная. Здесь нету сканера отпечатка пальцев. Также они убрали инфракрасный порт, но при этом оставили разъем под наушники. Телефон собран очень хорошо, но если постараться и прям сильно его вот так вот перекручивать, то он издает такой легкий какой-то скрип. Советую вам все-таки надевать на этот телефон чехол и защитное стекло клеить на экран. Такое чувство, что на экране здесь отсутствует олеофобное покрытие, потому что телефон буквально несколько недель и экран уже весь в отпечатках. Скорее всего здесь олеофобного покрытия нет совсем или оно очень низкого качества. Еще особенностью этого телефона является то, что динамик расположен не на нижнем торце, как у большинства телефонов сейчас, а на задней крышке. Вот эти вырезы как раз сделаны под динамик. Ну и теперь переходим к экрану. Экран здесь диагональю 5,45 дюйма и соотношение сторон 18 к 9. В телефоне присутствует наэкранные кнопки. Экранчик у нас IPS и разрешение HD+. Сейчас у меня установлена максимальная яркость. Хочу сказать, что экран по яркости нормальный, по четкости тоже его хватает. Экран по качеству примерно такой же, как был в Redmi 5A, просто он здесь немножко больше. Присутствуют разные регулировки. Например, можно поставить режим чтения, можно откалибровать экран по цветопередаче. Если у вас плохое зрение, вы можете поставить шрифт немножко побольше, например, XL. Можно поставить повышенную контрастность, ну то есть настройки экрана здесь обширные. Разблокировка телефона производится несколькими способами. Можно разблокировать телефон с помощью двойного нажатия по экрану, и потом экран загорается, потом вы уже разблокируете. Можно разблокировать телефон с помощью лица, то есть вы регистрируете свое лицо и смотрите в фронтальную камеру. И он вас распознает и разблокируется сам. Происходит это не так быстро, как в более дорогих телефонах Xiaomi, но все-таки работает. Без сканера отпечатка, конечно, непривычно. Первое время прям очень непривычно. Палец все время тянется сюда. Но потом к этому быстро привыкаешь и разблокируешь уже телефон по лицу. Что касаемо производительности, здесь меня телефон не порадовал. Здесь установлен Mediatek Helio A22. Это четырехъядерный процессор. В качестве видеоускорителя у нас выступает PowerVR GE8320. И есть два варианта этого телефона по памяти. Вы можете купить 2.16, то есть 2 гигабайта оперативной памяти плюс 16 встроенной. Либо более дорогой вариант, как у меня, это 2 гигабайта оперативной памяти и 32 гигабайта встроенной памяти. И это мне тоже не совсем понравилось, потому что когда вы берете другие телефоны Xiaomi, когда вы берете 32 гига, у вас уже возрастает оперативная память на гигабайт. То есть обычно бывает, что либо вы берете 2.16, либо 3.32. А здесь либо 2.16, либо 2.32. В любом случае у вас будет только 2 гигабайта оперативной памяти. А этого уже мало на самом деле. Когда вы загрузите этот телефон большим количеством приложений, когда у вас будет много приложений работать, он начнет лагать и он будет перезагружать все приложения в многозадачности. Этот телефон сейчас уже достаточно слаб. А что будет года через два, через год? В Antutu он набирает 63 тысячи баллов. Ну, вроде бы неплохо, да? В Geekbench 800 баллов и 2300. Очень маленький результат на мультикор, потому что сейчас современные смартфоны могут набирать до 10 тысяч баллов. Здесь всего лишь 2300. Не хватает мощности. Все-таки 4 ядра плюс 2 гигабайта оперативки. Ну, сейчас в 2018 году это уже слабовато. Сейчас я вам покажу, как идет на этом телефоне одна из самых мощных производительных игр этого года. Это PUBG. Хорошо, что игра вообще запустилась. Я думал, может быть, какие-то проблемы будут на таком слабом железе, но нет. Смотрите, пока идет. Но бывает, случается такое, что у вас резко, ни с того ни с сего, она зависает на пару, на доли секунд. Это называется фрезы. Вот сейчас почему-то все в порядке. Но такое бывает. И, скорее всего, это из-за нехватки оперативки. Сейчас пока все норм. Сейчас попробую вам показать. Нет, сейчас как на зло все нормально. Кстати, смотрите, неплохо идет, но это на минимальных настройках. Иногда, как я говорил, уже встречаются фрезы, но, в принципе, играть можно. Во, видите, во, видите, да? Когда я стрелял, был какой-то фриз. Вот. И в беге такое случается. То есть, иногда бывает. Вот сейчас такое чувство, что FPS 15 где-то. Видите, бегу, бегу. Тут началась еще трава. То есть, много объектов отрисовывается. И здесь уже FPS немножко так падает. Вот если в небо смотреть, то FPS очень плавный. А если посмотрим вниз, то опять немножко проседание такое заметно. Во, вот здесь. Видите, да? Какая неплавная картинка. А в небо смотрю все плавно. Короче, вот как-то так. Игра идет, это уже хорошо. Теперь поговорим про камеру. Задняя камера здесь на 13 мегапикселей. Есть HDR. Причем есть даже авторежим HDR. Телефон сам может определять, когда включить режим HDR. Видео телефон умеет записывать в 1080p Full HD. И умеет также записывать ускоренное видео. Замедленное видео, к сожалению, не умеет этот телефон записывать. Фронтальная камера 5-мегапиксельная. И во фронтальной камере присутствует портретный режим. Здесь он называется эффект глубины. То есть, когда вы делаете фотографию, он у вас размывает задний фон. И создается такое впечатление, что это портретный режим. Если говорить о камере, то в принципе она здесь неплохая. Вот я даже ночью фотографировал. Можно рассмотреть какие-то объекты. Обычная такая камера, которой можно сводить какие-то документы, объявления. Можно и себя чикнуть пару раз для Инстаграма. Все равно Инстаграм сжимает качество. Но если вы увлекаетесь фотографией, да, любите как-то редактировать, то вам желательно купить телефон с немного более продвинутой камерой. Сейчас я вам покажу примеры фотографий и примеры видео. Примеры записи видео в Full HD на Redmi 6A. Вот так вот снимает этот телефон. Ну, качество оценивайте сами. Но, конечно, не супер. Не супер. Но зато имеется автофокусировка. А вот так снимает видео камера фронтальная. Она тоже умеет снимать видео в Full HD. Такое вот качество. Теперь хотелось бы еще рассказать про батарею и повосторгаться батареей. Здесь батарея на 3000 мА. Но при этом телефон держит очень долго. Может быть из-за того, что здесь не самый большой экран и небольшое разрешение. Плюс к тому же здесь процессор по очень современному техпроцессу сделан 12 нанометров. То есть очень экономичный процессор. Мало потребляет энергии. Поэтому этот телефон спокойно может прожить даже 2 дня. Да, еще хотел сказать про прошивку. Здесь установлен Android 8.1 Oreo. Неизвестно, получит ли этот смартфон обновление до Android 9. Я думаю, что скорее всего нет. А вот версия MIUI здесь 100% будет обновляться и дальше. И скорее всего получится 10 и 11. Сейчас пока установлено 9.6. Ну и пару слов о звуке. Звук из заднего динамика такой себе. Не очень громкий, не очень качественный. Но при этом звонок вы тоже, наверное, не пропустите. Даже в шумном городе из кармана все равно будет этот звук слышно. Звук из наушников отличный. Отличный. Я тестировал со своими Sennheiser'ами. Естественно, никаких здесь супер аудио чипов не стоит. Потому что телефон бюджетный. Но звук меня более чем устроил. Ну и хотелось бы сказать, что да, конечно, здесь еще нет NFC. Ну, я думаю, это все и так прекрасно понимают. В итоге, что мы получаем, заплатив наши 7000 рублей? Мы получаем телефон Xiaomi хорошего качества. Неплохой HD Plus экран. Производительность, ну, такое себе. Для каких-то WhatsApp, Instagram, социальных сетей вполне ее хватает. Эти обновления будут приходить. Камеры тоже более-менее неплохие. Но мне не понравилось, что нету, во-первых, сканера. И мне не понравилось, что он еще сделан из пластика. Классический такой бюджетник. Ничего такого дорогого здесь особо нету. Все сбалансировано. Все бюджетненько. Для самых таких минимальных повседневных задач вообще отлично зайдет. Тем более, что здесь стоит одна из самых крутых оболочек MIUI. Поэтому, на мой взгляд, телефон неплох. Если его брать именно за эти деньги, тысяч за 7, то это вполне хорошее приобретение. Ну, а с вами был Дима. Я оставлю ссылки, где можно приобрести себе такой Xiaomi Redmi 6A. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok